Ну хорошо, друзья, тогда есть еще одна не менее важная новость. В пятницу начнется сдача единого госэкзамена. 27-го, это 25-го выпускные 27-го ЕГЭ, то есть сутки дают на похмелиться людям. В этом году три новшества, рассказал глава Рособраннадзора Любовь Глебова. Самое главное, задания для экзамена получили статус сведения ограниченного доступа. За их разглашение не только аннулируют работы по ЕГЭ те, кто обнародовал материал раньше времени, но еще и могут возбудить дело административное или уголовное. А что это значит? Это означает, что если во Владивостоке раньше сдает ЕГЭ студент и довольный идет домой, то придя домой, он может послать вопросы из этого государственного экзамена своему другу в Калининград. Так. И тот предупрежден. А предупрежден, значит вооружен. А вооружен, значит поступает в ВУЗ, сдает ЕГЭ, становится преподавателем, получает научную степень, уезжает за границу, зарабатывает деньги, женится на кинозвезде, рожает шестерых детей, покупает три автомобиля, яхту и улетает в кухню. Мы хотим такой карьеры для него? Нет! Сиди в Калининграде, работай водопроводчиком! Это один из вариантов развития событий. А если, предположим, действительно, приходит отец домой и говорит, сынок, а что ты лысый, а почему мать тебе сухари сушит? Говорит, да вот сегодня папка сдал экзамен, поделился с друзьями, сажусь на 8 лет. Ты, пап, не радуйся, с конфискацией. Да, с конфискацией. Отец говорит, ничего, выйдешь, пересдашь. Пара-пара-пам! Пара-пам!